В начале пятого века нашей эры Рим, величайший в то время город, перед которым сотни лет трепетали народы всего мира, был разрушен толпой барбаров. Давайте разберем школьное образование. Какие там есть проблемы, откуда они берутся? Почему такая простая вещь, как школьный экзамен, становится головной болью? Почему у детей с этим такие огромные проблемы? Давайте поговорим об этом с учителем. Алена Юрьевна, как так получилось? Почему у детей в старших классах такие проблемы с ЕГЭ? Откуда они берутся? Ну, проблемы с ЕГЭ на самом деле берутся еще с начальной школы, потому что, приходя в школу, ребенок не может толком научиться ни читать, ни писать, ни считать. Тогда смотри, у нас, получается, школьник приходит учиться. Если раньше он получал такой маленький учебник, он сейчас приходит большой, красивый, яркий. Неужели по такому большому, прекрасному учебнику он может обучиться хуже, чем он учился раньше? Может, конечно, может. Потому что у нас сейчас имеются огромные проблемы с образовательными программами. И учебники, которые есть сейчас, они очень сильно отличаются от учебников, которым учились, допустим, в советское время. В советское время, обучаясь, ребенок мог получить намного больше знаний, чем он получает сейчас, обучаясь по современным учебникам. И начинается это, вот как раз таки, как я уже сказала, с первого класса. К сожалению, я сегодня не смогла принести все учебники, по которым мне приходилось работать. И в качестве примера могу вам показать учебник, который предназначен для детей с ОВЗ. Примерно по такому же учебнику дети, кстати, обучаются чтению в детском саду. Если мы возьмем этот учебник, вот смотри, здесь примерно до конца учебника все тексты разбиты на слоги. То есть видишь, да? Тут лу-ко-ш-ко, а там уш-ки. То есть детей грузят этим делением на слоги еще начиная в детском саду. И из-за того, что эти слова разбиты на слоги, ребенок, он не видит образа слова. Из-за этого ему становится тяжелее понимать текст. Ну, хорошо. А мы же всегда можем взять, допустим, букварь старый и сравнить, как было там. Там была немножко другая картина. Там, конечно, были слова, разделенные на слоги, но при этом в тексте, если мы идем дальше от начала, там уже это деление прекращается. А в букваре, скажем, той же Жуковой, которую используют в детском саду, там деление остается до конца этого букваря. Ну, вот у нас самое начало, да? Здесь есть разбивка. Саша, мала, Саша, умна. Открываем в самом конце. Хотя это у нас букварь за первый класс. И в самом конце у нас уже тут целые предложения идут. Идет лесом Лена и Вера, и дружок с ними. Лена поет песни, дружок стал рыть мох под елкой. Первый класс, букварь. Все целое в конце учебника. Нет разбивки по слогам. Да, и это вот как раз таки позволяло ребенку понять именно смысл целой фразы. А когда они у нас разбиты, как, например, в этом учебнике, ребенок смысла этой фразы не понимает. Он просто озвучивает те слоги, которые там написаны. Почему так происходит и почему вообще делают именно эту разбивку? У нас в настоящее время все думают, что умение читать — это умение озвучить. На самом деле умение читать — это нечто другое. То есть мы читаем для чего? Для того, чтобы что-то понять, а не для того, чтобы что-то произнести. Даже если вот взять, например, какой-нибудь тяжелый текст, ну, если мы возьмем того же Маркса, есть огромная разница, ты будешь читать его про себя или ты будешь читать его вслух. Допустим, я при чтении вслух таких тяжелых книг я их не понимаю абсолютно, потому что у меня мозг отвлекается на то, чтобы озвучить это. Ну, погоди, у нас же не все заключается в одном учебнике. Между учеником и учебником есть дополнительные методические материалы, есть учитель, есть доска. Учитель же может это как-то проработать, озвучить, помочь ребенку понять все, что идет в тексте. Не обязательно же прямо слово-слово, буква-буква идти в учебнике. Тот же старый букварь, если мы открываем, там в самом начале одни картинки, нет никаких поясняющих комментариев. То есть учитель должен со своей стороны дать пояснение ученику. Ну, учитель, конечно, должен, но на самом деле на уроке учителя не так много времени для этого. Потому что урок у нас длится всего 40 минут, а детей у нас, ну, как минимум 22. И на самом деле для того, чтобы уделить каждому ребенку время, ну, ты 40 раздели на 20. У тебя сколько минут останется на одного ребенка? Нет, ну, я немножко застал советскую школу по собственной практике. Да, у нас, примерно, тоже классы были человек 20-25, они где-то так и плавали. В принципе, количество то же самое, но качество образования при этом сильно просело. Вот за счет чего это произошло? Количество людей тоже, учителей тоже. Может, это связано с тем, что сейчас учителя работают в две смены, фактически на две ставки? Ну, это тоже играет большую роль в этом, потому что работая две смены, ты не успеваешь хорошо и полноценно подготовиться к уроку. Допустим, когда я выхожу на замену, я понимаю, что, приходя на уроки, я совершенно к ним не готова. Это хорошо, если учитель имеет опыт, но когда в школу приходит молодой учитель, у которого опыта как такового нет, ему постоянно приходится изучать какие-то методические пособия. А если такому учителю сразу дают две смены, он не успевает заниматься этим, и, следовательно, он хуже преподает материал. Как так получается? Раньше учебники были маленькие книжечки, а сейчас такие здоровые тетради. И здесь еще написана часть первая, я так подозреваю, есть вторая, третья и так далее. Ну, русский язык, математика и окружающий мир, да, они имеют две части. А вот по литературному чтению, если у нас с первого класса было две части книги, ну, в первом, получается, был буквар, потом литературное чтение, во втором у нас было две части литературного чтения, а в третьем классе я прихожу в библиотеку и получаю уже три части. То есть они специально разбивают эти учебники, чтобы делать на этом деньги. То же самое с английским. У нас примерно такого же формата был учебник, и если раньше он издавался в одной части, то сейчас его издают уже в двух. Мало того, что это бизнес, так они еще и гробят здоровье детей таким образом. Потому что эти учебники очень большие, и они очень тяжелые. И, как правило, у ребенка может быть в день 4, а то и 5 уроков именно по учебникам. То есть русский, математика, литература, окружающий мир, это уже 4 урока, это уже 4 учебника. Кстати, возвращая их к советским учебникам, раньше к старому учебнику, кроме самого учебника, шел еще отдельно задачник, шел обычно какой-нибудь дополнительный материал. То есть на один предмет школьник серву наносил одну, две, три книжки, плюс тетрадку. Тут, я так понимаю, в современных учебниках осталось точно такое же деление. То есть их не просто много стало частей, много книжек, но к ним же есть еще и дополнительные материалы. Да, и причем там может быть несколько тетрадей даже по одному предмету. То есть у нас только по русскому языку идет рабочая тетрадь. Тетрадь, в которой есть тесты, тетрадь с контрольными работами. А эти современные тетради чем-то отличаются от старых? Потому что у меня, допустим, была маленькая тоненькая тетрадка на 12 листов, где можно было писать все, что угодно. Тетрадка в клеточку, тетрадка в линейку, на этом все. Но мы сейчас говорим именно о пособиях, которые издаются. То есть если раньше, допустим, были прописи, уже готовые, печатные, то сейчас дело обстоит не только так. Сейчас у нас есть, как я сказала, уже куча рабочих тетрадей, куча тетрадей с контрольными работами. И их такое количество, что просто родители, наверное, месячную зарплату тратят для того, чтобы обеспечить ребенка нужными учебниками к школе. И сейчас есть огромная проблема в том, что, когда ребенок занимается как раз-таки по этим печатным тетрадям, у меня была такая ситуация в первом классе, когда мы полгода по ним прозанимались, а там же как она устроена? Ты открываешь ее, там какое-то задание, у тебя есть одна клеточка, в которую ты должен вписать ответ. И вот мы так полгода проработали по этим тетрадям, и я потом с детьми, когда открыла уже обычную эту тетрадь 12 листов, я увидела, что у меня дети не могут сосчитать клеточки, не могут найти нужную, пропустить сколько нужно. И есть такие дети, которые очень долго не могли правильно записать число и классная работа, потому что они не могли отсчитать, они не привыкли к этому. И оформление тех же примеров, да. Если мы берем тетрадь, у нас должно быть отступлено 2 клетки математика, между столбиками, к примеру, 3 клетки. И тоже многие дети этого не делают, потому что они привыкли, что у них это все напечатано, им просто надо вписать циферку. А как обстоят дела с качеством этих дополнительных тетрадей для заполнения школьниками? Потому что то, что я сталкивался на практике, там, мягко говоря, такие дикие примеры и ошибки, что мама не горюй. Если учебники, я же надеюсь, хоть как-то проверяются, хоть как-то Министерство образования их отслеживает. Тетради, они утверждены Министерством образования или нет? Это все утверждено, оно входит в федеральный перечень учебников, но этот перечень, он постоянно меняется. Вот, допустим, та линия учебников, которую я принесла, Планета Знаний, мы одни из последних детей, которые обучаются по ней. Потому что из федерального перечня с этого года эта программа уже убрана. Ну, в принципе, на мой взгляд, достаточно должно быть положительно, когда у учителя есть возможность из перечня предлагаемым минобром списка программ, по которым он может заниматься. Везде разные условия, где-то в школах действительно не хватает даже света, не говоря о том, чтобы был компьютер. Но учитель же сам может подобрать программу и заниматься с детьми тем, что ближе к их именно реалиям. Ну, количество учебников еще не обозначает их качество. То есть, если в советское время была одна утвержденная программа, которая, как правило, очень хорошо контролировалась при написании, то сейчас я не знаю, как они контролируют это, потому что в учебниках просто масса ошибок. Я уже не говорю о рабочих тетрадях и заданиях в них. Допустим, если взять тот же русский язык. Во втором классе у нас была тема «Неодушевленные, одушевленные, существительные». Там было такое задание. Найди в тексте слова, которые отвечают на вопрос «что?». И, в общем, я читаю этот текст, и я вижу, что в этом тексте только одно такое слово. То есть, там задание, оно было нацелено на то, чтобы найти неодушевленное, существительное. А получилось так, что неодушевленных, существительных там много, а слово, которое отвечает на вопрос «что?», только одно. И, получается, там были вопросы, подержанные все «чему?», «о чем?». И ребенок из-за этого, он очень сильно путался. Они и так не могут некоторые слова выбрать правильно, то есть подобрать к слову вопрос. Так их еще и путают этими заданиями. Помимо этих ошибок, есть ошибки и в учебнике по окружающему миру. Дай мне его, пожалуйста. Я прям зачитаю, да. Допустим, если мы открываем раздел «О царствах живой природы». И ребенку, у нас же сейчас модно туда вкладывать всякие научные термины и все подобное. И вот здесь вот они пишут, что ученые разделяют... А, давай сначала. «Живые существа на нашей планете очень разнообразны. Ученые разделяют их на четыре большие группы царства. Растения, животные, грибы, бактерии». Но эта классификация, она неверна, потому что царств и живой природы у нас намного больше. А получается, даже с точки зрения логики, это предложение, оно сформулировано неправильно. То есть они должны были написать не то, что ученые разделяют на четыре царства, а там, не знаю, давайте познакомимся с такими-то царствами живой природы. А они пишут именно, что вот их всего столько. Не, ну при этом картинка достаточно наглядная. Там и грибы разные показаны, в том числе и плесень. То есть у ребенка есть понимание, что такое грибы. Животные различные, от насекомых до млекопитающих. И растения всякие разные, от папоротников до лиственных. То есть в принципе иллюстрация-то хорошая. Ну иллюстрация хорошая, но дело в том, что царство-то здесь не все. Не все. А они говорят о том, что они все. Проблема-то заключается именно в этом. Вообще, с точки зрения логики, там очень многие вещи неправильные. Взять, например, даже содержание учебников. Там материал, он расположен не системно. То есть если мы берем окружающий мир, то там мы, допустим, четверть изучаем живую природу, четверть мы изучаем какие-нибудь горные породы, полезные ископаемые. Например, следующую четверть мы изучаем вообще человека, а потом вдруг переходим к истории. И получается, что у ребенка за все это время из головы вылетают знания по предыдущим разделам к концу года. Там проблема идет не в том, что ты чего-то не изучил, а в том, что там неправильно расположен материал. Например, если мы возьмем учебник русского языка, там начинается изучение состава слова с корня. Когда я открыла советскую методичку, прочитала, как вообще надо это делать, там говорится о том, что изучение состава числа должно начинаться с окончания, потому что ребенку проще сначала найти, чем отличается слово. И, как правило, все слова чаще всего изменяют свои окончания. Или, например, когда мы берем математику, у нас идет тема умножения. Если в советском учебнике тема умножения начиналась с таблицы, то сейчас мы, начиная умножение, работаем с такими примерами, как 25 умножить на 2. И ребенок, увидев это, он теряется. Я заметила сейчас очень большая проблема у детей с мышлением. Когда мы берем какие-то темы по окружающему миру, я, как правило, даю им определение. Но при этом я что-то показываю. Например, мы делали опыты, у нас там тема была физические и химические явления. То есть мы пишем, какие явления называются физическими, какие называются химическими. Дети это все просто зубрят. При том, что я, в принципе, показываю, какие у нас физические. Это изменение формы, изменение чего там еще, количество. То есть мы на пластилине показывали, я, допустим, беру шар, я изменила его форму в квадратную, я потом разделила этот квадрат на 10 кусочков. Там я переложила этот квадрат отсюда туда. Точнее, даже не квадрат, я неправильно выразилась. Куб, да. Кубик. Ну и получается, что дети, они, увидев это, они не пытаются это обдумать. Они просто открыли тетрадь, это зазубрили, пришли мне рассказывать. И как только я начинаю формулировать вопрос по-другому, а не так, как я им давала там, они попадают в ступор и просто не знают, что мне ответить. Ну так, для этого в учебниках есть определенные методики изучения. Допустим, изучение тех же фонем, чтобы ребенку это было более понятно и доходило до него как-то. У нас есть сейчас большая ошибка у многих составителей учебных пособий, когда они говорят о том, что буква Я обозначает два звука, ИА. Да, с точки зрения фонетики это правильно, но потом дети, когда приходят в школу, они пишут ИА-блоко, ИО-жик. И это вызывает огромную проблему. Как правило, все ошибки, они исходят из этого метода. Ну, метод же не настолько прост, и там все-таки есть для этого определенные защитные механизмы. Даже у меня в школе была фонетика, и, собственно, у нас был над доской специальный алфавит расписан, где каждая буквка отдельным цветом выделялась по-разному. Да, дело в том, что там выделялась цветом каждая буковка, а фонетика предполагает работу со звуками. У тебя там была буква Я написана, а не Я. И, видя эту ленту над собой, ты читал буквы, но не звуки. Фонетический разбор хорошо делает взрослому человеку. Да, почему? Потому что он видит символ и переводит его в звук. А ребенок, который не знает буквы, он начинает переводить это, и из-за этого у него ухудшается грамотность. Потому что он забывает о том, как вообще должно выглядеть это слово. Сейчас при изучении математики мы начинаем изучение умножения только во втором классе, и то где-то, наверное, во второй четверти, а то и позже. В советское же время было не так. То есть ребенок, когда изучал умножение, вот если мы откроем, даже содержание. То есть вот он работает, когда сначала с первым десятком, потом переходит с работой со вторыми десятками. И когда он работает с ним, у него уже начинаются самые простейшие действия. То есть это пойдет там умножение, по-моему, на 2 и на 3, если я не ошибаюсь. А нет, оно даже идет дальше. То есть ребенок уже к концу первого класса, он всю эту таблицу умножения и деления знает. То есть на выходе из первого класса он умеет складывать, делить, умножать. Там есть какие-то разные способы, как это делать? Тот же пресловутый столбик. Или он только по десяткам складывает? Нет, сложение в столбик начинается уже потом, то есть в более старших классах. До этого все счетные операции дети делают в уме. Как я уже приводила пример с этим переходом через десяток. Для этого не надо писать циферку под циферкой. Единственное, что нужно понимать состав числа. То есть, допустим, взять игру, есть такая состав числа 10. Я, например, прячу счетные палочки за собой и спрашиваю. Вот у меня в двух руках 10 палочек, сколько у меня в одной, сколько во второй. Вот на основе таких игр у ребенка как раз таки формируется вот это вот понятие о составе числа. То есть, ему не надо рисовать вот эти вот домики, как сейчас это модно делать, и чтобы он смотрел на них и изобрел. Потому что не все дети, они визуалы. Многим детям надо потрогать, пощупать. Потому что даже когда я ставила вот этот вот эксперимент с этой игрой, я начала ее в третьем классе, когда увидела, что у меня дети считают с переходом через десяток на пальцах. И у меня не до всех детей доходило, что вот 10 это 3 из 7. И вот когда я уже стала показывать им, давать эти палочки в руки, тогда вот у них как раз таки это все отложилось в голове. Еще один момент по поводу деления. У нас как-то в современных учебниках не говорится о том, какое бывает деление. И это очень-очень плохо, из-за этого дети потом путаются. Если мы откроем учебник для второго класса, там с какого-то момента начинается разделение на деление по содержанию и деление на равные части. То есть, если я делю на равные части, например, мне нужно разделить на два, то есть я делю на две половины, тебе и мне. Если это деление по содержанию, то я должна взять, например, по две палочки и разделить ее на четверых, на десятерых и так далее. И дети, они плохо усваивают это по современным учебникам, потому что этого нет, потом путаются и не могут решить задачи. А если мы работаем по старому учебнику, у них довольно-таки быстро и просто-то все получается. Мы сейчас листали перед началом съемок учебник арифметики. Там каждый пример, в принципе, иллюстрируется какой-то картинкой. Как мы делим на домино, на счетах, как это делается. Как это делается, считается на каких-то живых объектах. То есть, там постоянно есть иллюстрации. Если их подкрепить еще и счетными палочками, я думаю, проблем восприятия школьника с этим нет. Для чего, опять же, есть учителя в школе. Разве учитель не может сам отвергнуть эту программу, этот учебник, подобрать нужный учебник, или вообще без учебника рассказывать детям на своих знаниях, на своем опыте, на примере. Просто расписывая на доске примеры и давая задания. Вот эти иллюстрации, они встречаются и в современных учебниках. То есть, когда мы проходили, например, трехзначные числа, там так же, как и в советском учебнике, были картинки, что, допустим, большая кучка палочек – это сотни, поменьше десяток, и одна палочка – это у нас единица. Кроме того, и там, и там встречаются таблицы с сотнями, десятками, единицами, разрядами. Но проблема в том, что в современных учебниках оно примерно на одном уроке, может быть, на втором попадется, а дальше все. И при этом многие учителя, они не работают с наглядными пособиями, с теми же счетными палочками. Когда мы начали изучать всю эту тему, мы специально закупили палочки и вместе с детьми складывали, допустим, 351. Да, это очень долго, у меня там на это порой уходил целый урок, но, по крайней мере, дети чувствовали, сколько это. Они видели это число. Или взять, например, сложение с переходом через десяток. Для того, чтобы ребенок понял это, ему нужно специальное наглядное пособие. То есть там есть два варианта. Мы можем взять, например, как два бруска деревянных и сделать в них 10 отверстий. И получается, когда мы будем складывать, например, 7 плюс 4. То есть чтобы ребенок видел, сколько он уже прибавил, сколько надо прибавить там. И также очень полезно для детей это сложение на счетах. То есть там же получается на каждой этой проволочке находится по 10 вот этих вот шариков. И ребенок их отчитывает и смотрит, сколько он не прибавил. Но я не училась в советское время, поэтому и на счетах, кстати, не считала. Но вот именно этот переходок я как раз-таки нашла в учебнике и стала применять при показе детям. И в принципе, эту тему усвоили все. А ты знаешь, что на счетах там не просто столько рядов и они разделены на цвета. Они вообще-то нужны для того, чтобы на них можно было еще и делить, и умножать. Да, я в курсе это, но я, честно говоря, я не умею на них считать, потому что я пошла уже после развала Советского Союза и счетов нигде не было. Их нет сейчас. Если взять, например, мою школу, я в школе единственный человек, который вообще приволок их себе в класс. При том, что они многие годы стояли в музее. Ну смотри, то есть получается, если в старом учебнике мы берем арифметику за второй класс, у нас здесь нарисованы счеты. И два ученика параллельно, один пишет на доске, второй считает на счетах. Ты освоил эту методику. Ты же можешь выкинуть все остальные учебники, которые сверху на тебя спускают с Минобра, а взять, допустим, старый учебник арифметики и спокойно по нему учить детей. И у них гораздо будут лучшие результаты, и на ЕГЭ они выйдут гораздо с лучшими показателями. По нашим законам делать этого нельзя. Мы должны работать в рамках той программы, которую нам спускает министерство. И отойти от нее мы не можем. Минобра заставляет учиться именно по этому учебнику, покупать именно этот учебник. И несмотря на то, что вроде бы казалось, у преподавателя есть выбор тот или иной программу, он в этом не свободен? Но опять-таки мы выбираем из того, что нам спускает министерство. То есть я не могу взять какую-то программу, которая не утверждена этим министерством, которая не соответствует ГОС и работать по ней. А советские учебники как раз-таки не соответствуют. Но учебник арифметики, как так, что-то можно переписывать? Почему учебник арифметики один и тот же переписывается каждый год? Почему они постоянно обновляются? Почему нельзя тем же учебникам пользоваться на протяжении большого количества лет? Ну, потому что это деньги, и все упирается именно в это. И те учебники, которые переизданы, у нас, кстати, большая проблема сейчас из-за того, что их постоянно меняют, потому что учебники разных годов, в них материал располагается уже по-другому. То есть если у меня, я открываю страницу, у меня в одном учебнике номер 3 это примеры, а номер 5 это задача, то в другом учебнике будет наоборот, и вот этот, который был номер 3, он станет номером пятым. И у меня из этого происходит большая путаница, я поначалу не могла понять, почему вообще мне дети решают не те примеры, что я задаю, но потом, когда я открыла этот учебник, я смотрю, да, действительно, они просто меняют их местами и издают заново. А как это вообще влияет на отношение ребенка к книжке, к учебнику, к печатному изданию? Потому что, допустим, когда я учился, в конце любого учебника мы открывали последнюю страничку, здесь была табличка, в табличке 5-7 строчек, где каждый ученик писал, ученик такой-то, такой-то класс, такой-то год. И состояние учебника, хорошее, среднее, плохое. В итоге, когда я получал учебник в библиотеке, я мог посмотреть, кто как обращался с учебником, всегда мог написать, предыдущий хозяин действительно хорошо с ним обращался или нет, бережно ли он обращался к книжке, к источнику знаний, ведь это же источник знаний. У нас любят ужасаться, когда жгут книжки, так это же по идее то же самое. Бережное обращение к учебнику воспитывает в детях бережное отношение к знаниям, к предметам. Если у ученика каждый год меняется учебник, так у него отношение будет к нему, а пнуть, прокатиться на нем с горки, как с этим пустые дела? Дети не обращают внимания на то, меняется как-то учебник или нет, потому что есть дети, у которых есть в комплекте учебники новые, свежеизданные, учебники старые, уже потрепанные. И, как правило, дети бережно к ним не относятся. То есть, не суются? Это даже мягко сказано. Да, бывает, у меня дети открывают учебники, которые пришли от кого-то. То есть, во-первых, там рваная обложка, потому что она некачественная, во-вторых, они постоянно исписаны, там есть учебники, где просто вот так все перечеркнуто, вся страница, или залито какой-то краской. И при этом у нас постоянно идет война, ну, скорее, не столько с детьми, сколько с родителями по поводу обложек на учебнике, потому что учебники, на которых нет обложки, быстро портятся. И получается, что через год такой учебник просто становится ужасным. Современные учебники, они же не просто такие большие объемные, там много листов, много страниц, большое количество текста. Это надо очень много времени на изучение. Успевает ли ребенок вообще это все прочитать и освоить? На самом деле не успевает, потому что на уроке на это времени на одном просто не хватает. Если мы возьмем, например, современный учебник, да, открываем, тут на один урок рассчитан разворот учебника. То есть, в принципе, за урок ребенок должен сделать от 4 до 6-7 заданий. И за 40 минут ты этого сделать никак не можешь. Получается, что многие примеры, которые даны в этом учебнике, они просто пропускаются, и ты идешь дальше. Ты ведь не можешь задержаться на этом, тебя ограничивает программа. А если ты все-таки хочешь это сделать и на этом настаиваешь, тебе надо написать кучу бумажек, сделать корректировку программы, и только тогда ты можешь внести эту тему, ну, повторить ее еще раз. А как насчет занятий с репетитором, чтобы потом после уроков ребенок могут догнать эту программу и дочитать? Или продленка какая-нибудь? Вот у нас, допустим, отстающие дети после школы оставались, и с ними учитель отдельно занимался. Я, конечно, понимаю, что у тебя сейчас вторая смена, и ты вместо того, чтобы научить этих детей, учишь следующую партию, следующий класс. Ну, с продленкой это вообще отдельная история, потому что по договору учитель не обязан на продленке делать с детьми домашнее задание. Собственно, как и когда учитель работает в летнем лагере. Вроде как хочется летом набрать себе слабеньких детей и позаниматься с ними, а получается так, что ты не имеешь на это права, и тебе надо с ними только играть, гулять, рисовать, все что угодно, кроме обучения. Такая же примерно ситуация как раз-таки у нас на продленки. Я когда учился, у нас отличников отпускали, как правило, на две недели пораньше на каникулы. Средние школьники доучивались до последнего, а те, кто где-то что-то не дотягивался, они остановлялись еще и на каникулы ходили в школу. То есть сейчас такого нет? Сейчас такого нет, потому что, во-первых, мы не можем отпустить раньше сильных детей, потому что мы несем за них ответственность, они должны находиться у нас на уроке. А во-вторых, мы не можем слабых-то оставить потом. Конечно, есть учителя, которые это делают, но это как-то не афишируется. Сильным детям будет скучно с остальными, а слабые будут, а когда они догонят свою программу? Когда такие объемы, когда они это все успеют проработать и с кем? С родителями, с репетиторами? Ну, единственная надежда это, да, родители и репетиторы, и то у многих слабых детей родители просто не знают, как объяснить ребенку ту или иную тему. У меня есть догадка, я как-то с крестником пытался решать задачки по информатике. Я как бы компьютерщик, ну и мне дали, вот, помоги ребенку компьютерную задачу по информатике решить. Я не смог прочитать даже задачу, что же там они имели в виду. Понять, что хочет учебник от ребенка, просто было невозможно, хотя казалось бы. К примеру, у меня одна мамочка, она работает на заводе, то есть у нее смена, это 12 часов, она приходит после этой смены, ну, как она будет заниматься с ребенком, если она пришла домой, ну, в 6-7 утра, и практически вот половину суток ее дома просто не было. У меня ребенок очень часто приходит в школу не готовый, только потому что там нет мамы, и сам он без мамы решить определенные задачи не может. Ну, 12 часов мы же должны еще добавить дорогу до работы обратно, плюс минимальный сон, ну, ребенка надо накормить напоить, приготовить, убрать за ним. То есть, получается, заниматься с ним некому, школьный учитель не может, он у него запрет стоит, как ты говоришь, даже в летнем лагере бабушки и дедушки остаются. Ну, опять-таки, бабушки и дедушки есть не у всех. То есть, если мы даже возьмем того мальчика, его воспитывает одна мама, и заниматься им просто некому. Кроме того, и сами бабушки и дедушки зачастую оказываются заняты. Ну, к примеру, многие бабушки подрабатывают вахтерами, и опять-таки, может не быть сутки дома. И как они могут помочь своему ребенку? Пенсионная реформа способствует, еще на 5 лет продлевают срок работы, чтобы поменьше времени уделять детям. Да, ты можешь заниматься своим ребенком только в том случае, если ты домохозяйка, ну или учитель, то даже если ты учитель, ты не всегда можешь уделить ему время. К примеру, у меня, при том, что я работаю обычно всего в одну смену, то есть я на вторую выхожу только если у меня кто-то заболел, надо этого человека заменить. Я, получается, где-то до 12, до часу веду уроки. И потом, если у меня получается, я все-таки стараюсь поработать с детьми, у которых есть какие-то проблемы, могу в гости к ним прийти, посидеть, позаниматься. У меня есть несколько человек, которым я хожу. После этого тебе надо еще проверить тетради, тебе надо заполнить электронный журнал, написать 1, 2, 3 отчет, и ты приходишь домой часов в 6, в 7, а то и в 8, тебе просто уже не до ребенка. И, как правило, если я могу позаниматься со своим ребенком, я делаю это только в выходные. И то, если я не принесу домой опять стопку тетрадей или что-нибудь еще интересненькое. В принципе, все эти трудности уже всегда были. Даже при Советском Союзе родители работали и по 8, и по 12 часов были смены. Все зависело от производства. Были же и другие у нас выходы. Сильные дети потягивали более слабых. То есть было наставничество определенное. Опять же, семьи сейчас, может быть, в меньшей степени. Раньше было, как правило, 2-3 ребенка. И, соответственно, старшие помогали обучать более младших. Сейчас у нас есть замечательный пример. У нас приезжает очень много бывших граждан Советского Союза Средней Азии. У них большие семьи. Как там обстоят дела с обучением старшим, детьми и младшим? Ну, там все зависит от уровня родителей, насколько они знают язык. То есть, если родители дома этим языком часто пользуются, то и ребенок, в принципе, может хорошо учиться. У меня есть такая девочка, она учится, как правило, на 4-5. У нее бывают проблемы, когда она не может что-то понять. Но я научила ее пользоваться интернетом. То есть, если она встречает какие-то непонятные слова, она смотрит там их в словаре. Есть такой мальчик, который приехал вообще не зная языка. И дома у него разговаривает мало. И вот у такого ребенка у меня как раз-таки проблемы. У него проблемы с написанием из-за этой фонетики, которая введена в школе. Они же пишут, как слышат. А правила он запомнить не может, потому что он языком владеет плохо. То есть, он-то думает все равно на своем. А как обстоят дела с методическим материалом для учителей? Ты, как учитель, можешь ли зайти на какой-нибудь государственный сайт, скачать специальную методичку, которая тебе поможет к новому учебнику, который вышел в этом году? Ты зашла на сайт, бесплатно скачала, ознакомилась. Все просто. Казалось бы, интернет? Бесплатно. Да куда там? Все только за денежку. Либо ты идешь, покупаешь это в магазине, либо ты покупаешь тебе какую-то электронную версию. Это все упирается в деньги. И более того, у нас сейчас, как выяснилось, даже в плане развития учителя есть платная аттестация. То есть, если раньше учитель проходил эту аттестацию бесплатно, повышение квалификации своей, то сейчас для того, чтобы ее пройти, мало того, что учитель должен купить себе кучу дипломов, что он прошел какие-то курсы, и даже если он их действительно пройдет, он все равно платит за это деньги, даже если это не липа, так он должен еще денежку принести в ПКРО, которое выдает себе свидетельство о твоем повышении квалификации. То есть, ты говоришь о том, что учителя, как любая другая профессия, по трудовому кодексу должны каждые 5 лет, если не ошибаюсь, у вас должно быть повышение квалификации проходить для аттестации. То есть, получается, каждый учитель должен раз в 5 лет заплатить за какие-то курсы, получить какой-то диплом, чтобы ему было чем отчитаться на аттестацию. Кроме того, нам нужно получить не только диплом, нам нужно, чтобы у нас дети участвовали в конкурсах, а бесплатных конкурсов и олимпиад у нас не так много. То есть, за все все равно надо платить денежки. Если это не деньги учителя, то платит за это родитель. Если у учителя нет времени на занятия с детьми дополнительные, если график работы настолько плотный, что он не успевает работать с собственным ребенком, то хоть как-то Минобор выделяет хоть какое-то время на повышение квалификации именно самим учителем. То есть, ты как учитель, как педагог, когда должна заниматься повышением самообразования, подготовкой всех этих конкурсов? Когда? Ой, не спать ночами, только так. У нас есть одна учительница, она училась в магистратуре, и несмотря на то, что там не надо сидеть на парах, она потом приходила после своей работы, и до 12, до часу она сидела и писала все работы. Точно так же и с курсами, когда этим заниматься. Я прихожу домой вот в 7 вечера, и я не знаю, как я буду проходить аттестацию, потому что я просто не в состоянии в 7 часов вечера сесть и что-то сделать. В старых учебниках советских много было идеологий, да, везде дедушка Ленин, пионеры. Из современных учебников, я так понимаю, это все аккуратно убрали. Есть ли там какая-то новая идеологическая начинка, что-нибудь из православия, может быть? Ну, естественно, есть, еще Крупская писала о том, что каждая книга, она все равно заполнена определенной идеологией. Если мы открываем современные учебники, то идеология там мужуазная. То есть ребенку даже в математике при решении задачи рассказывается о вельможах, графах, князьях, то есть о всех знатных родах, которые были в прежние времена. Кроме того, в школе навязывается православие. Если мы возьмем предмет, да, у нас сейчас идут основы религиозных культур, светской этики. Как правило, в школе выбирается не светская этика, а религиозная культура. И самое интересное, что, ну, как ребенок, например, мусульманин будет сидеть и слушать про православие. Ну, родители не возмущаются. Давайте признаем честно, у нас большое количество новых граждан со Средней Азии приезжает. Если мы посмотрим статистику, за этот год что-то около 200 тысяч приехало. Они практически все там мусульмане, за редким исключением. У них там то же самое происходит в школах, точно так же навязывается мусульманская культура. Местные родители не возмущаются этим делом? Как вообще это, разве не подрыв на религиозной почве и ненависть не вызывает? Ну, мне кажется, что родители другой веры, они как-то не обращают на это внимания. Потому что у меня спокойно относятся все к этому. У нас еще не было, конечно, этого предмета, но у меня у девочки, которая приехала из Таджикистана, есть брат, который, в принципе, изучал уже эти основы религиозных культур, но об этом не раз говорилось. Они придерживаются своей веры, но просто они прослушали это, знаете, как мы в школе просто проходили мимо. Но выучить мы ничего не выучили. Ну, в принципе, родители понятны, если они работают по 12 часов, им не до этого. А как дети между собой общаются? И не вызывает ли это конфликты на этой почве? У меня в классе таких ситуаций не было. И, в принципе, у меня все дети, они скорее больше атеисты, нежели верующие. Потому что, как правило, религиозные в основном родители. А дети, у них чистый разум, они приходят к тебе, как биологисты. Ты пишешь на них все, что тебе хочется. И у меня получилась такая ситуация, что у меня все дети не знаю, каким образом, но не особо верят Бога. И вот у меня пришла одна девочка, и на уроках мы затронули тему возникновений жизни. И когда я начала рассказывать им теорию большого взрыва, теорию эволюции человека, у меня одна новенькая девочка из православной семьи сказала о том, что, Алена Юрьевна, вы все врете. И этим она вызвала смех окружающих. С тех пор, как пришла ко мне эта новенькая девочка и как раз таки вызвала этот смех, я стараюсь этот вопрос обходить и особо не затрагивать. В школе не только у нас рассказывается о религии и о знатных этих родах, о которых я уже говорила. Кроме того, там еще с начальной школы встречается много антисоветчины. Взять, например, учебник по окружающему миру за четвертый класс. Там был параграф о истории СССР. Я специально открыла этот учебник, потому что мне эта тема интересна. И вот, что я там вычитала. Непростой была жизнь людей в эти годы. За нарушение трудовой дисциплины, аварии на стройках, срыв сроков строительства, за несогласие с решением правительства и критику партии строго наказывали. Таких людей в годы правления Сталина объявляли вредителями, врагами народа. Их сажали в тюрьмы, в специальные лагеря. В заключенных строили каналы, прокладывали дороги, заготавливали лес. Развитие промышленности требовало образованных грамотных людей. В 20-е годы начинается борьба с неграмотностью. Учиться стали все и старые, и молодые. Букварей не было. Буквы вырезали из газет. Вместо карандашей использовали угольки. Вскоре было введено обязательное начальное образование. То есть, видим, да, период революции, период правления Сталина. Все, что сказано о нем, это как раз-таки о репрессиях. А у детей не возникает разрыв, что в это же время, с одной стороны, начинается тотальное обучение грамотности, как там и написано во втором абзаце. А в первом абзаце говорится, что все ужасно, всех сажали на Колымову. Но тут видишь, в чем дело. Как я тебе уже говорила, у многих детей есть проблемы с мышлением. То есть, они читают текст и до конца его не понимают. Это раз. И второе. У человека есть такое свойство, он, как правило, больше запоминает именно негативный материал. То есть, если ребенок прочитает этот параграф, он запомнит именно то, что при Сталине сажали людей и расстреливали, нежели то, что развивалось как-то образование. Такая же ситуация у взрослых. Просто у людей на самом деле есть только две положительные эмоции. Это радость и интерес. И все остальное, что есть у человека, оно все отрицательно, нагнетающее. Получается, что в учебниках, несмотря на то, что выкинули все советское, туда вложили еще и антисоветское. То есть, учебники между собой, в принципе, связаны тем, что они все немножко антисоветские. Естественно. И даже если мы возьмем уже старший класс литература, я вспоминаю свое обучение. Ну, что там было? Там был Солженицын. Меня спасло от прочтения этой книги, наверное, только то, что я на тот момент бросила читать вообще. То есть, у меня была проблема, у меня был один любимый учитель. И так получилось, что он как раз-таки к этому периоду ушел со школы и пришел другой. Я этого учителя не восприняла и стала как-то протестовать и не готовиться к урокам. То есть, если бы я и дальше продолжала читать, то, наверное, бы и сейчас я имела совсем другие взгляды. Ну, проблема чтения, кстати, очень актуальная проблема. Сейчас действительно, опять же, у каждого ребенка есть свой гаджет. Он открыл, посмотрел, почитать не обязательно. Можно что-то посмотреть. И, в принципе, весь этот материал, который идет в учебниках, он может быть представлен на картинке в виде фильмов, документальных. Опять же, возвращаемся к тому, что в каждом классе есть проектор. У тебя в классе есть проектор. На нем можно включить, посмотреть фильм, если, конечно, будет электричество. Может, поэтому и появляются новые фильмы, например, как «Дудь», «Колыма», «Родина нашего страха». Опять же, он достаточно простой и рассчитан на молодое поколение младшее. Как дети, может, им стоит показывать такие фильмы? Ну, мне кажется, что учитель такое кино показывать все-таки не будет, потому что у нас учителя – это более старшее поколение, и оно этих современных блогеров особенно не воспринимает. Ну, это как пример. Просто если дети не считают Солженицын сами, никто не запрещает их посадить в классе, включить проектор и все 40 минут им показывать какой-нибудь фильм подобный. И хочешь, не хочешь, ты антисоветно этим Солженицыным все равно пропитаешься. Ты вынужден будешь сидеть на уроке и смотреть этот фильм. Ну, тут тоже, опять-таки, все зависит от ребенка и, наверное, даже от его семьи. У меня есть знакомая девочка, она училась еще со мной в школе, ну, я сейчас, наверное, лет 18. И я спросила у нее, когда увидела у нее в подписках «Дудя», а смотрела ли ты этот фильм про Колыму? Ну, она сказала, что смотрела, и у нее остались довольно смешанные чувства, и она до конца его не поняла. И, в принципе, сказать по этому поводу ничего не может. И недавно, кстати, для меня было открытием. Я привыкла к тому, что у нас школьники не особо высокого уровня по знаниям и вообще по воспитанию. И тут я в школе столкнулась с девочкой вообще как будто бы с другой планеты. У меня был театральный кружок, и так получилось, что я не могла в это время находиться на репетиции. И так я встретила эту девочку и познакомилась с ней. Я попросила ее немножко посмотреть за моими детьми. Я пришла в кабинет, у меня в кабинете идеальная тишина, все ведут себя как положено. И тут я спрашиваю этого ребенка, как ты это сделала? Потому что, в принципе, мои дети, они такие, что их порой бывает тяжело успокоить. И она сказала мне, что она обещала им рассказать про пионеров-героев. И я стала разговаривать с ней на эту тему. Мне ребенок рассказал, что она, оказывается, очень любит историю, смотрит советские фильмы, советские мультики. Я была очень удивлена этому. И я спросила, откуда у тебя это. Она сказала, что у нее это все из семьи. Хорошо. Вот если у тебя есть театральный кружок, все равно иногда время остается какое-то свободное, и получается его потратить на те же пионеров-героев, на театральный кружок. В принципе, гипотетически, сколько у ребенка возможностей пойти на какой-то кружок, отучиться, впитать в себе что-то хорошего, полезного, вечного? Ну, ребенок ведь учится только одну половину дня, вторая половина у него полностью свободна. И у меня есть дети, которые занимаются и в музыкальных школах. Есть дети, которые, допустим, не ходят туда, они на какие секции, кружки, а ходят именно ко мне. Я занимаюсь с ними. Я, в принципе, поэтому прихожу домой, как правило, в 6 часов. Потому что я еще стараюсь уделить время внеурочной деятельности. К примеру, мы с детьми пытаемся заниматься журналистикой. У нас есть свой журнал, который мы читаем в пределах класса и издаем. И вот опять-таки, как я уже говорила, это театральный кружок. Мы ставим там разные спектакли. В принципе, в таких же кружках можно изучать не только музыку, театр или что-то еще. Можно заниматься и по тем же старым советским учебникам и подтягивать грамотность и выводить ее на более высокий уровень. Но опять-таки, советские учебники – это вещь для образования. То есть, если театральный кружок – это что-то творческое, где ты можешь принести что-то свое, то какой ты кружок сделаешь по советским учебникам, кружок любителей математики, а не придут ли туда какие-то люди свыше и не спросят, а по каким учебникам вы занимаетесь с детьми. Потому что если мы берем даже дополнительное образование, там везде есть свои программы. Даже если это дошкольники, даже если это люди, которые занимаются где-то в каких-то кружках. Я так понимаю, ты немножко удивлена. У нас шахоператоров тоже можно спросить. Когда я учился, как ни странно, у нас были кружки любителей математики. У нас школьники после занятий ходили, изучали добровольно математику, физику и все остальное. Я так понимаю, тебе это просто даже настолько далеко. Это очень далеко, да. Потому что дети, в принципе, не хотят учиться. То есть они из-за того, что упускают что-то в начальной школе, то есть они не умеют читать и понимать прочитанное. От этого у них пропадает интерес, в принципе, ко всему. Они ведь не читают книг сейчас. Как правило, в большинстве своем. Ну, я прям, я честно говорю, я не знаю, что сказать. У меня в детстве были книжки, там, занимательная математика. И там занимательные математические задачки. Ты их содержался и прорешивал от первой до последней. Неужели такого в школе сейчас не осталось? По крайней мере, в моей школе этого нет. На экзаменах, на ЕГЭ, всегда есть последние задачки в тестах. Эти последние задачки, скажем так, на сообразительность. Они не стандартные, они как раз то самое, что в моем детстве называлось занимательные, интересные задачи. Олимпиадные задачи, мы их можем называть как угодно. Они все равно остались. И дети их все равно, если они получают по 100 баллов, они их как-то решают. То есть где-то же эта ниша осталась, занимательная задачка, и где-то они это все прорешивают. Они есть, но они есть не в ЕГЭ. То есть в ЕГЭ там просто идут задания повышенного уровня. А вот именно в Олимпиадах, да, такие задачи встречаются. Но, как правило, сколько у нас таких Олимпиад бывают? В школе одна-две за год? Ну, они же есть где-то, этим детям учатся. Мы просто с коллегами прямо на работе берем иногда эти последние задания из ЕГЭ по математике, по физике, по информатике. У меня компьютерный отдел, у меня коллеги-компьютерчики, мы очень часто по информатике берем, по математике. То есть логические задачи, нам даже взрослым их интересно сидеть и решать. Неужели детям их неинтересно решать? К тому же, когда их потом, они придут на экзамен, если они хотят стать стобальниками, им надо это решать. То есть где-то эти данные, знания берут. Они особо с ними не встречаются. Даже если мы берем Олимпиадные задания, как ребенок решает сейчас Олимпиады. Если когда я училась, нас еще как-то собирали в помещении и давали нам это решать там, то сейчас, как правило, многие просто скачивают эти Олимпиады и дают ребенку домой. А есть вообще такие учителя, которые делают эти Олимпиады сами и просто вписывают туда фамилию ребенка. То есть многие дети просто с этими Олимпиадами даже и не сталкиваются. То есть у школьника современного нет просто никаких шансов сдать на 100 баллов. И поэтому, когда говорят, что стобальники практически невозможны, это не потому, что это трудно, а это просто потому, что ребенок к этому не готов? Да. Да нет, конечно, встречаются такие дети, которые умные, сообразительные и любят такие вещи, но опять-таки это все идет из семьи. То есть если семьи этим занимаются, если ребенок ходит к репетитору, тогда да, он сдаст, он это будет делать. Но если он ходит только в школу, то в рамках школы у него не формируется интерес к этому, он этого просто не видит. У нас сейчас еще возникла проблема с усвоением материала в связи с тем, что сейчас намного меньше часов, чем было раньше. То есть если в советское время у нас была шестидневка, и, следовательно, часов русского и математики было больше, то сейчас этих часов стало меньше, потому что дней пять. И то, если мы берем русский язык, у нас сейчас ввели такой предмет, как родной язык, при этом по этому предмету только вышли учебники, при том, что он уже существует года два, и учителя, мало того, что они не могут обучить детей именно этому предмету, родной язык, так они еще и теряют час русского языка. И часов русского языка сейчас вместо пяти у нас осталось четыре. А расскажи, как это получается, из-за чего? Потому что в советские времена школы тоже были из пяти, из шестидневка, и разные классы передвигались. И сейчас у меня, допустим, племянник учится в шестидневку. То есть за счет чего? Почему такая... Ладно, мы разобрались, что скачут учебники, но почему учебный день скачет? У нас скачет не учебный день их количество. Сейчас у нас стало модным переходить вместо шестидневки на пять дней. Даже та школа, в которой училась я, шесть дней в неделю, сейчас учится в пятидневку. Из-за этого, естественно, сокращается количество часов в неделю, потому что мы не можем держать детей, у которых по СанПину положено пять уроков, шесть часов. За раз. За раз, да. Это же не положено, и получается, что эти часы, которые были раньше, они исчезли. То есть их просто выкинули из программы? Их просто выкинули из программы, да. И в связи с этим ребенок и не может усвоить весь материал. И к тому же эти часы разбавили предметами, которые учат религии. Открываем советский букварь. И на первой же страничке, где идут первые уроки, на самом низу есть образцы, как правило, нарисовать. То есть ключочки, петельки и каждой букве, согласно букваря новой, которая вводится для ученика, внизу везде есть прописи. И здесь все эти буквы аккуратно, красиво прописаны. За витушками. Я бы назвал это даже сейчас, наверное, каллиграфическим почерком. Что раньше было когда-то стандартом, сейчас это какая-то редкость. Как можно научиться красиво писать, и почему раньше писали все красиво, а сейчас как курица лапой? Ну, сейчас, в принципе, другие прописи. У нас уже нет этих букв с завитушками. То есть они, если встречаются, то они встречаются в программах, которые в ГОСУ не соответствуют, которые в школе не используют. У нас же буквы все простые. Кстати, самое интересное, что несмотря на то, что мы все буквы делаем как прямыми линиями сейчас, то есть этих завитушек нет, и писать такие буквы ребенку намного тяжелее, потому что ему сложно выводить эту прямую линию. Да, это проблема, потому что волну сделать проще на самом деле. И еще есть проблема в том, что когда мы открываем прописи, несмотря на то, что у нас есть там дубукварный период, когда мы делаем эти палочки, там начинается с той раздвиновки, которая в советское время начиналась намного позже. То есть если, посмотри, в советское время у меня, к сожалению, нет прописей за первый класс, но у меня есть раздвиновка, которая там была. То есть ты видишь, да, у нас частая косая линия и строчка, разделенная на две части. Ну да, и ты на эти части целишься. Треть, полк строки, целая строка на каждую букву. Нет, тут дело даже не в этом. Ребенок не понимает еще, что такое третья часть, что такое вторая часть, когда он приходит в первый класс. Так линейка же для этого и не служит. Ну да, она для чего нужна? Чтобы ребенок видел, докуда ему дописать элементы. То есть смотри, он будет писать букву И, он будет писать ее до серединки. Потом он руку отрывает и опять пишет ее до серединки. То есть ребенка в первом классе не учили вот именно в таком безотрывном письмо. Он начинал с того, что он учился делать элементы букв палочками. И только потом уже, когда начиналось быстрое письмо, тогда они уже начинали писать это все соединение. Правильно. Вот эти крючочки, он должен научиться их соразмерно ставить и потом соединять в буквы, чтобы у тебя все буквы были соразмерные. То есть если О, она на полностью строчку. А если это Р, она должна полстрочки и еще треть строчки снизу захватить. По крайней мере, меня учили так. Тут даже не треть строчки. Видишь, у них расстояние на две части поделено. Да, я и смотрю. Что у нас начинается в первом классе, они приходили только во втором. И то, посмотри, тут начало, да, тут все равно разделено. Вот это между... Это советская пропись, правильно? Это советская пропись, да. И только по словам... То есть если я смотрю все буквы, они с хвостиками для соединения с соседними буквами. То есть ты можешь соединять их в слова, в селить отдельные буквы, правильно же? То есть смотри, они переходили на другую линейку только уже во втором классе. Ну да, там две разные картинки. А сейчас пропись, вот эта линейка, она появляется уже с первого класса. То есть они начинают вот отсюда, и то у них вот эта вот линия между строчками, ее нет. Тут вообще квадратики по факту. Так, тут на то и расчет, что тут идет как клеточка, и по клеточке буквы намного легче вывести. Они все квадратные. Да. Так красивый почерк не получится, это же как печатная мужчинка печатает, а каллиграфия в том же. Наоборот, ты видишь границу, до которой у тебя должна идти буковка, и ты не должен за нее заступать, и поэтому у тебя получится и правильная форма, и правильный размер буквы. А современные прописи, они начинаются с того, что они там несколько уроков пишут вот так, и то, как я уже говорила, без вот этой вот серединки, а потом они переходят уже к такому письму. То есть, когда нет этого разделения, и косая линия, она становится реже. И именно поэтому у них нет этого каллиграфического почерка, они рано переходят на другую строку. И у них рука просто не поставлена еще. Да, у них уже сформированный этот навык. И поэтому у них ужасный такой почерк и получается. И сейчас вот я поставила эксперимент, я в своем классе вела минутки чистописания по вот этой строчке, которая была в первом классе. Я смотрю на моих детей, у меня не все дети могут буковку в этой клеточке написать. Скажу еще одну кромольную мысль. Вообще в Японии, все знаем, пишут иероглифами. У них есть дополнительные занятия, вне классные, вне системные, где дети специально ходят и учатся красиво рисовать иероглифы. Я, конечно, понимаю, что сейчас везде компьютеры, ты везде набираешь текст на клавиатуре, но красиво писать это очень полезно. Ты можешь себе сделать красивую наколку и красивым каллиграфическим почерком, нарисовать красивый иероглиф или красивое слово. Дело не в этом. Для чего нужна каллиграфия? Это же она формирует моторику. Моторика, правильно. А моторика это опять-таки мышление. Оно ведь выходит все одно из другого. Ну, не только мышление. Опять же, очень много работ, которые требуются очень тонкой манипуляции. И ты, когда учишься писать, ты маленьким перышком очень тоненькие, очень точные движения делаешь, что очень потом полезно. Зубные врачи, стоматологи. Там, не дай бог, рука дернется, и у тебя соседний зуб вылетит. Пайка микроэлектроника. Там вот такие маленькие запчасти. И ты там аккуратненько должен тыкать, чтобы рука была поставлена. У нас уроки окружающего мира начинаются с первого класса. И, как правило, там еще дети толком читать-то не умеют. И там в основном в учебниках какие-то картинки, там надпись, ну, может быть, в одно предложение. И потом этот материал усложняется. Если мы берем советскую программу, допустим, 50-х годов, там первые два года окружающего мира не было вообще. Дети читали только родную речь, из которой они узнавали все знания об окружающем мире. Если мы возьмем советские учебники, там у тебя знания и о тебе самом, то есть о строении твоего тела. И о растениях, и о животных, и о географии. Позже у них появляются разделы о каких-то изобретателях, ученых. Сейчас, если мы откроем учебники по литературному чтению, там это все ограничивается только сказками, стихотворениями, баснями. А именно такого материала, который сейчас есть в окружающем мире, там нет. То есть они просто раздробили, можно сказать, то, что можно было взять вместе и не прибавлять к этому лишние часы. Это я к чему говорю, то, что раньше ребенок, читая просто учебник литературного чтения, он знал намного больше, чем сейчас ребенок, который читает и литературное чтение, и окружающий мир. Почему ты все время говоришь об учебниках сталинской эпохи, 30-й, 37-й у нас год, 55-й год? Почему не о более свежих, более новых учебниках, которые, казалось бы, более доработанные и известные? Я, допустим, учился в позднесоветской школе, у нас было общество знания, человек и общество, они были с первого класса, мы на первых классах приносили стакан со снегом с улицы, смотрели, как он отстает, то есть, ну, почему бы и нет, почему ты именно все время ссылаешься на такие старые учебники? Но дело в том, что там сам учебник родной речи это все предполагал, то есть, там были описаны какие-то явления, и эти опыты, которые мы делаем на окружающем мире, их можно было сделать в рамках этого чтения. То есть, все равно, я так и не услышал ответ на вопрос, почему именно ранний советский учебник, который 30-х, 50-х, почему не поздний? Можно же взять букварь не 55-го, а букварь какой-нибудь 80-го года, он же современнее, лучше, новее. А оттого, что он современнее, это не значит, что он лучше, потому что эти учебники, они уже были написаны после реформы, как раз-таки, когда в школу пропихнули фонетику. Да, у меня в азбуке была фонетика. Когда слили арифметику вместе с геометрией. Такие тонкости я уже не помню. Ну, было такое у нас математика, Мора, которая сейчас идет по школе России. Это учебник, по которому учились раньше, вот как раз-таки 80-е годы. Ну, я считаю, что он намного хуже, чем арифметика пчелка. Потому что там такие абстрактные понятия, то есть дети, они сразу знакомятся с какими-то буквенными выражениями. Там, допустим, те же стороны, если мы обозначаем, да, можно буковкой А обозначить, буковкой Б обозначить. Также в учебнике в старом действия были в основном с числами, и детям было проще и доступнее этот материал предоставлен. Ну, кроме учебников и каких-то тетрадок, школа еще снабжается какими-то другими побочными материалами, теми же счетными палочками, счетами, банально гербариями для уроков общества знаний, чтобы ты мог открыть гербарий и посмотреть, как выглядит то или иное растение, которое не растет, допустим, в твоей местности. Ну, смотри, у нас закупаются учебные пособия, но, как правило, это карты, глобусы, линейки, вот эти большие для доски, циркули, но такие вещи, как счеты, они из школы уже ушли. Счетные палочки покупают только дети, и то это идет у нас на усмотрение учителя. И порой учитель, думая о том, что у него сильный класс, он может сказать, нет, счетные палочки нам не нужны, мы будем делать только все, решая примеры. У меня был такой случай, когда ко мне пришел мальчик, и вот он решал примеры, у него не было вообще понятия числе, вот пять это сколько, ему надо отчитать какое-то количество палочек, а потом отнять. Так он возьмет это количество палочек, посчитает по одной, а потом вместо того, чтобы отнять, вообще может прибавить. Или отнять эти палочки с другой кучи, то есть он не понимает смысла действия вообще. Ну, на палочках же все не сводится, а те же гербарии, современные технологии, проекторы, интернет. Может ли учитель взять, зайти на какой-нибудь сайт Минобра и открыть, как выльет то или иное растение, чтобы ребенок отличал клевер от подорожника? Ну, открыть это в интернете можно, не обязательно заходя на сайт Минобра. И, как правило, там-то таких вещей нет. То есть это идет именно приложение к программам, где есть тот или иной материал. Но одно дело показать детям, как я уже говорила, а другое дело дать им потрогать. То есть когда ребенок смотрит на картинку, он это не запомнит так, как если он с этим что-то сделает. И для меня большое счастье, что у меня в кабинете, мне по наследству достались советские пособия. У меня есть гербарии, у меня есть коллекция полезных ископаемых, там, начиная от всех камней, заканчивая железными рудами. Ну, в Советском Союзе это, собственно, был целый институт, он, кстати, недавно закрылся, и при нем была целая фабрика, которая выпускала эти учебные пособия. Она собирала эти камешки, подписывала их номерками, складывала в коробочки. Были гербарии, которые собирали по всей стране и показывали, где какое растение, как выглядит. Там действительно не просто на картинке можно было посмотреть, но и посмотреть вживую. Давайте детальнее поговорим по поводу этого проекта. «Сталинский букварь». Как ты с ним познакомилась? Ну, все началось, потому что я начала заниматься своим ребенком. Я понимаю, что в школе он может какой-то материал не усвоить, и я стала искать что-то лучше, какую-то альтернативу. И так я, в принципе, и узнала об этом проекте. Я заказала себе учебники, как раз-таки все началось с букваря, у меня не сразу появились учебники для третьего класса. И я стала читать со своим ребенком, и увидела результат. У меня ребенок сейчас, не дочитав даже этот букварь до конца, там осталось у нас страниц 10, наверное, он читает текст, и он его понимает. То есть мы читаем с ним какой-то рассказ, и я начинаю у него спрашивать. Там был интересный рассказ про зиму. Там какая-то девочка каталась на коньках, какая-то там каталась на санках. Я давась с ребенком разговаривать, задавать ему какие-то вопросы. То есть ребенок, прочитав этот текст, он спокойно может его проанализировать, взять какие-то выводы, рассказать, кто чем занимался. Алена, тогда уточни, пожалуйста. У тебя ребенок в детском садике. И, по твоему мнению, тебе кажется, что он читает лучше, чем первоклассники? Да, естественно. У меня ребенок не просто читает лучше, чем первоклассники. У меня ребенок знает намного больше, чем знают некоторые третиклассники. Ну, казалось бы, учебник-то очень тоненький. Ну, опять-таки, главное не количество, а качество. И ребенок из этих учебников узнает намного больше. У меня ребенок спокойно читает. Мы с ним занимаемся по арифметике для первого класса. И навык чтения у него намного лучше, чем у других детей. Кстати, была интересная ситуация, там есть рассказ. Буквально еще с начала текста. Сейчас покажу. Он еще толком читать-то не умел, и вот мы до туда дошли. Где же это было? А, вот здесь. Смотри, картинка, то есть детский сад стоит, девочка плачет. Там же, получается, мы когда занимаемся, мы же не просто читаем этот букварь, там есть определенная методика. У меня есть методичка. Я, прежде чем заниматься с ребенком, ее открываю и ознакомлюсь, что же нужно сделать. Так вот, получается, занятие по букварю начинается с того, что ты рассуждаешь о картинке. То есть, что там происходит. Я начала с ребенком разговаривать. Там девочка плачет. Потом мы стали думать, а почему девочка плачет? Да, мы начинаем читать этот текст. Луша мала, мама ушла. А Луша, мама, мама. То есть, мы понимаем, да, что девочка в детском саду плачет из-за того, что ее мама ушла на работу, оставила ее там. И что ее друзья здесь утешают. То есть, у ребенка есть картинка перед глазами, есть текст, он сопоставляет, включается воображение. Плюс он тут же видит, как это дело пишется в прописисях, как эти буквы должны красиво выглядеть. Ну, мы прописи с ним еще не затрагивали, потому что он дошкольник, и у него еще рука, она не так сформирована, чтобы писать. То есть, мы с ним буквы только читаем, и либо пишем письменный, ой, не письменный, а печатный вариант этой буквы. И, кстати, что интересно насчет букваря, я смотрела букварь современный, по которому я занималась, там таких сюжетных картинок нет. Там нарисованы какие-то герои, вроде Буратино, Мальвини, там что еще, Днезнайка на Луне. И, в принципе, никакого сюжета там поначалу нет. То есть, красочная картинка есть, сюжеты, запоминающиеся из мультиков, есть, но смысла никакого не несут? А какой-то может быть сюжет из мультика, если ребенок, порой приходя в школу, не знает вообще, что это за Буратино, кто-то такой. То есть, сейчас дети выходят, они же, по большому счету, не знакомы ни с советской литературой, ни с ее экранизациями. Ну, не знай, короче, есть мультик замечательный. Его, как правило, не смотрят. Сейчас ребенок, единственное, что смотрит, это Ютуб. То есть, детям нужен даже мультики интересный? Да. То есть, ребенок будет смотреть мультики, если ты его посадишь за эти мультики и скажешь, смотри, как у меня с моим ребенком. Я стараюсь ему показывать больше советских мультиков, нежели Ютуба. Хотя он сам все равно, пока я там не вижу куда-то, я ухожу, он все равно переходит по ссылке на какого-то блогера. Ну, если дети общаются между собой, и муж про что рассказывает, то и будет смотреть, интересоваться. Хорошо, а вот, ну, букварь это, ну, первый класс. А дальше что делать? У нас сейчас здесь на столе до четвертого класса учебники есть. Будут ли они продолжаться дальше? Есть ли надежда на то, что ученик сможет освоить химию, физику по старым советским учебникам? Ну, насколько мне известно, в планах у коллектива сталинского букваря выпуск дальнейшей линии учебников, то есть, начиная от пятого класса. Ну, в принципе, мне кажется, сейчас учебники для старшей школы можно и в электронном виде найти, потому что с ними более бережно обращались, нежели с учебниками для начальной школы. То есть, в принципе, ты можешь порекомендовать заниматься по этим учебникам, несмотря на то, что нет их потом, пока ребенок подрастет, товарищи из сталинского букваря да выпустят все остальное. Ну, я, конечно, на это надеюсь, но, знаешь, мне кажется, даже если мы потом перейдем на какие-то другие учебники, если у ребенка будет изначально сформировано правильное мышление, если ребенок будет уметь читать и понимать прочитанное, я думаю, у него проблем уже не возникнет, даже если это будет какая-то суперглупая программа. В любом случае, такой ребенок, если он читает и понимает, что он читает, у него возникает интерес к учебе, и он старается выйти за пределы того, что дает школа. Ну, видишь, ты говоришь как коммунитарий, для тебя понятен, главное уметь правильно читать, мыслить и строить. Я, как инженер, для меня скорее другое интересное. Я столкнулся с тем, что к нам на работу происходит новое поколение устраиваться, одною элементарных вещей физики, не знаю, то есть учебник физики для, с какого там, с 7 класса начинается, надо брать тот же советский и изучать, чтобы ваш ребенок хотя бы знал, что нельзя два пальца совать в розетку. Это смешно звучит, я понимаю, но жизненный опыт говорит о том, что, к сожалению, да, молодое поколение, которое приходит сейчас на работу, того и глядит, стараясь взяться за фазу и ноль одновременно. Единый государственный экзамен, который сдается в 11 классе, перед ним есть, так сказать, пробный экзамен, который сдается в 9 классе, они чем-то сильно отличаются между собой? На самом деле нет, потому что и там, и там, как правило, идет в основном тестирование, ну, плюс дополнительная часть, где дети пишут какое-то эссе. А по количеству экзаменов 9 и 11 класса они одинаковые? Это все идет на выбор ребенка, то есть у него есть два обязательных экзамена, это русский, математика, а все остальные экзамены он сдает по своему усмотрению. То есть, в принципе, можно сделать выбор, что я сдаю в 9 классе физику и в 11 классе физику, и не сдаю, допустим, по этому географию, и, соответственно, ребенок может, начиная с 9 класса, не учить географию? Да. И ему за это что-то будет? Ему за это ничего не будет, ну, кроме, наверное, плохой отметки в аттестате. Ну, аттестат же сейчас никак не учитывается, при поступлении в любое учебное заведение ты сдаешь свое АИГ, количество баллов, направления, по которым ты сдаял предметы, а аттестат же ты сейчас никуда не сдаешь. Нет, почему не сдаешь? Он сдается вместе с этим. Ну, поступление же идет на основании балла ЕГЭ. На основании балла ЕГЭ. Если я буду плохо знать географию, мне от этого хуже не будет. То есть, сейчас может в ВУЗ прийти человек, который точно так же, как митрофанушка, не знает географии, может всегда сказать, есть же извозчик, гугл-карта, таксист, кто угодно. То есть, человек идет в ВУЗ, он обучается в высшем учебном заведении и не знает географии? Ну, в ВУЗе эту проблему все-таки, мне кажется, как-то решает, потому что там же и тут уже экзамены по всем предметам, но из школы он выходит примерно с пустой головой. Ну, в ВУЗ же ты поступаешь по профильному предмету, если ты пошел на инженера, извини, биологию ты там проходить не будешь. Я вот не знаю, почему так получается, почему-то у школьных учителей есть мысль о том, что дети, когда сдадут ЕГЭ и со всем этим багажом того, чего у них нету, придут в ВУЗ, их там научат, но сталкиваясь с вузовским образованием, там точно такая же ситуация, там точно такие же учебники и точно так же не опираются на предыдущие учебники, у них нету системы, то есть ты, когда приходишь и изучаешь, ты просто с этим не сталкивался. Более того, в ВУЗах точно так же перевернута программа еще клеще, чем в школе. Я, допустим, учился, когда у нас сначала были языки программирования высокого уровня, ну это, грубо говоря, как литература, сначала ты в школу приходишь, у тебя литература, а под конец обучения у нас были языки программирования низкого уровня, ну это, грубо говоря, ты в конце 11 класса учишь прописи, как правильно писаться. Это касалось точно так же схемотехники, мы сначала проходили большие интегральные микросхемы, из которых там процессоры состоят, а потом мы элементарные частицы в них разбирали, элементарную схемотехнику, поэтому нет надежды на то, что если вы не дали школьнику это изначально, что в ВУЗе что-то исправят. Не надейтесь. Даже наш ДВФУ, знаменитый, распиаренный на всю страну на острове Русский, там стало еще хуже, чем было, допустим, из тех ВУЗов, в которых он слился. Гораздо хуже. Система вся потерялась. То есть, товарищи родители, готовьтесь, что не только вам букварь, арифметика за второй класс, но и потом ядерная физика в ВУЗе, химия, биология, все на ваших ключах. Какой вывод из этой ситуации можно сделать? Как вообще выйти из этого безобразия? Как замкнуть этот круг порочный? И как можно выйти на что-то светлое, лучшее? Каждому родителю заниматься со своим ребенком, и вот все учебники ему от первого класса до ВУЗа прочитать? Ну, это, наверное, будет самый простой вариант и самый легкий, потому что сейчас многие родители, они уходят на семейное обучение, объединяются, к примеру, с другими родителями и нанимают себе учителя. Но опять-таки, кто себе это может позволить? Потому что ведь не каждый родитель может сам научить своего ребенка. Это хорошо, если родители разбираются в чем-то. Если он не разбирается, они нанимают учителей, для этого нужны деньги. А есть ли деньги у всех родителей? Денег у них нет. Даже если есть деньги, где взять на все время? Сколько учебников за раз можно впихнуть в бедного школьника? Разных учебников, правильных и неправильных одновременно? Да, если это ребенок, скажем, средней или старшей школы, то это 6 часов в день, которые ты должен ему уделить, потому что ты за час все эти 6 предметов не осилишь. А частные школы, вот у вас по соседству стоит частная школа, как-нибудь может проще эти деньги, чтобы не тратить на репетиторов, заплатить в частную школу? Ну, насчет частной школы, там еще большой вопрос, потому что если школа частная, она все равно работает по программам в Госсовске. То есть их тоже обязуются заниматься именно по этим учебникам? Да, вот я говорю, единственная альтернатива, когда ты не берешь в Госсовский учебник, это если ты объединяешься с другими родителями, либо идешь в какую-то платную школу, но это, как правило, выставляется не как школа, а как какой-нибудь кружок, там, не знаю, объединение. Таких примеров много, когда занимаются по советским учебникам, например, есть школа в Екатеринбурге, но опять-таки они себя ставят как общественное какое-то объединение, да не знаю, как это правильно назвать, кружок, секция, что-то в этом духе, то есть они работают как досуговые учреждения. То есть те самые кружки, про которые мы с тобой уже говорили, когда дети ради досуга идут занимаются математикой и физикой и всем прочим. Такое есть, но оно есть не в рамках школы, а за ее пределами. Ну, ребенок же все равно должен будет выйти в итоге на ЕГЭ, без ЕГЭ сейчас поступление куда-либо невозможно. Для ребенка, занимающегося по хорошей программе, ЕГЭ не будет проблемой ни в коем случае, потому что ЕГЭ, оно, как сказать, ну, нацелено для того, чтобы ребенок просто экзамен сдал, хоть как-нибудь, и если мы посмотрим, то с каждым годом у нас баллы для поступления на базе ЕГЭ становятся все ниже и ниже. Ну и сам же ЕГЭ каждый год меняется? Меняется, да, кстати, в первое время сдавать его было намного легче, потому что, допустим, по той же математике были части А, В и Ц, то есть часть А, в которой ты должен просто обвести нужный вариант ответа, часть В, в которой ты должен написать просто ответ, и часть С, где ты должен написать именно решение, то сейчас вот эта вот часть А, которая просто в тестовом виде была, ее убрали, но все равно от этого, честно говоря, намного сложнее ЕГЭ не стал. Ну, опять же, вернемся, хочешь ты, не хочешь, ходишь, ты занимаешься дополнительно, нет, ты все равно должен учиться в школе и сдавать ЕГЭ там. Ну, ты можешь не учиться в школе, ты можешь сидеть на семейном обучении, единственная проблема, что тебе нужно будет постоянно приходить в какую-то школу и аттестовываться там, то есть, например, если взять начальную школу, ко мне приходит много детей, они занимаются по русской классической школе, и они там выбирают один, два, три дня, когда они приходят ко мне и сдают как экзамены. Я даю им контрольные работы, несколько штук там по математике, по русскому, с окружающим мир, какое-то задание по литературному чтению, как правило, если я принимаю, то это, когда нужно мне что-то прочитать, рассказать, какие там ты стихотворения знаешь, ответить на какие-то вопросы. Ну, обычный экзамен. В принципе, за счет такой экзаменации ты можешь закончить все одиннадцать классов. А на сколько это распространено вообще, в принципе? Ну, в последнее время таких детей, родителей, которые идут на семейное обучение, становится все больше и больше. То есть можно чисто теоретически сделать свой стартап, взять эти учебники, купить, открыть свою частную школу и потихоньку зарабатывать, экономя родителям время, силы учителя и выдавать хороших учеников, которые будут способны потом учиться. Это хорошее дело учить детей по советским учебникам, но о кого мы будем учить? Я очень часто думала об этом, и я понимаю, что ко мне же будет кто приходить? Те дети, у которых состоятельные родители, у которых есть деньги за это платить, а ребенок, который из неблагополучной семьи, он в такую школу ведь не попадет. И, следовательно, он и будет сидеть вот в этом, в чем он находится-то. То есть получается сегрегация общества? Да, сегрегация общества. У них просто не будет другой альтернативы. И если открывать какую-то школу, то, не знаю, делать ее, может быть, за счет каких-то добровольных пожертвований. А вообще требуется ли такое современному школьнику? Даже когда я учился, у нас уже был вопрос, а к чему это и нафига? Нафига изучать схемотехнику? У нас нету своего производства каких-либо микросхем в принципе. У нас нету вообще никакого производства. За редким-редким исключением. Зачем все это изучать, если ты все равно это не будешь применять? Не проще ли там обойтись тем, что ты будешь продавцом в магазине, маркетологом, не знаю, даже каким-нибудь юристом, который просто берет и согласно консультанту ставит галочки. Может, это все и не надо. Мы для чего в школу идем? Мы идем там не для того, чтобы потом пойти и работать по какой-то профессии. Школа нужна не для того, чтобы заложить какие-то знания в ребенка. Школа нужна для того, чтобы развивать его мышление. Вот учебник арифметики 1937 года, кто по нему учился, они потом в 1961 году запустили космонавта в космос. А сегодняшние выпускники не могут даже старый советский корабль, которому 50 лет запустить в космос, он у них почему-то падает. Может, ответ в этом? Ну, ответ-то, естественно, в этом. Но тут опять-таки для чего? Каждый человек ставит свою цель. Но на самом деле у нас, ты как говорил, сейчас есть проблемы и с производством, и со всем, но и именно в этих проблемах, которые связаны у нас с экономикой, и лежат проблемы в нашем образовании. Потому что в каком базис такова и настройка. Спасибо, Леона Юрьевна, за детальное рассмотрение всех этих вещей. Я думаю, у наших зрителей будет много вопросов, они смогут их задать в комментариях, пишите их под роликом. Мы обязательно эти вопросы разберем и в будущем соберем отдельные ролики по каждой отдельной тематике. Отдельно рассмотрим, я думаю, ЕГЭ. Вопрос очень большой и сложный, мы его сегодня почти не касались. Обязательно вот эти замечательные учебники рассмотрим более детально, с примерами. Я надеюсь, Леона Юрьевна найдет в своей практике много ошибок в современных учебниках. И мы сравним, как, почему, откуда они взялись. Более того, я могу также поделиться и советской методикой, то есть, как вести уроки по этим учебникам грамотно. Я думаю, будет это очень важно всем родителям по той простой причине, что детям лучше дать правильный букварь, который научит их правильно читать, писать и понимать, чем какую-нибудь современную азбуку с фонетикой и цветными буковками. На этом все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok